Сейчас переходим к следующей теме. Мы хотим, чтобы вы понимали, что то, что мы здесь читаем этот курс, каждая из этих частей развивается в группу на полтора-два часа, в зависимости от того, сколько вы устанавливаете. То есть сейчас мы пробегали все эти вопросы, подумайте, порассуждайте, смотрите вот так, вот так. На группе, конечно, каждый вопрос обсуждается, каждый вопрос со всех сторон рассматривается, каждый на него отвечает. Ну, помня правила группы, помните, мы на курсе души по печени говорили о правилах ведения группы, что вопрос можно пропустить, если человек не хочет на него отвечать. Вот, и сейчас, вот, следующую часть мы попробуем, давайте, немножко иначе, вот, не так, как мы рассуждали ранее, так были такие глобальные темы. А сейчас вот, следующую часть мы возьмем, так, несколько, в ином ракурсе рассмотрения. То есть вы для себя смотрите, что вам больше нравится и как вам больше подышать, такое ведение. Итак, книга Экклесиаста или проповедника, 11 глава, с 1 по 6 стихи. Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Давай часть 7 и даже 8, потому что не знаешь, какая беда будет на земле. Ну, давай здесь, может, остановимся. Вот, начнем с 1. Вот, отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. А вот, что здесь символизирует хлеб? Слово хлеб. Как вы думаете, почему хлеб надо пускать по водам? Вот, хлеб, он что, может плавать? Наверное, достаток. Достаток. Достаток какой-то, отпускать надо по водам. А что значит отпускать по водам? Тогда что значит отпускать по водам? Отдавать. Значит, отдаем то, что имеем, достаток, еще что-то. Трать, не бойся, потому что вернется. Так, еще что отдаем? То есть, достаток еще. Что еще можем пускать по водам? И милости, наверное, десятину. Ну, какое-то дело. Отлагать какое-то. Дело, труд. Труд может никого-то делать. Десятину мы не по водам пускаем, мы ее относим в храм. Ну, в принципе, мы не знаем, куда она идет, да, в общем, по большому счету. В принципе, знаем, она идет на благие дела. Ну, куда идем, да? И на христианство идет, если в храм относим. А вот именно, то есть, это нам уже не принадлежит. Мы говорим о том, что принадлежит конкретно нам. Вот остальные 90%, да? То же, чем мы распоряжаемся. Что пускаем по водам? Значит, достаток, труд. Еще. Здоровье. Здоровье, может быть, да. Ну, то есть, в принципе, что значит отпускать по водам? Отдавать. А что случится, когда вы пустите его по водам? Несколько дней, через какое-то время он вернется. Что значит, через некоторое время вернется? Ну, вот давайте. Труд пускайте по водам. Как это? Ну, например, если бизнес, то обычно влаживает человек, что-то там труд, а потом смотришь и со временем… А если нет? То есть, деньги, понятно, вложил, принесло прибыль, да, пустил по водам. Ну, да труд, дело, которое мы делаем, оно произведет какую-то прибыль или же произведет вещь какую-то, или же сделаем добро людям. Если труд, то какой-то плод все равно будет, да? Ну, да, плод. Ну, вот как на Руси. Сначала все собирались, строили одному дом общими силами. Естественно, тот, кто строил, мог рассчитывать на то, что когда ему или его ребенку так будет построить дом, все соберутся ему. То есть, с одной стороны, как бы он пускал по водам свое время, усилия, труд, там, средства, но рассчитывал на то, думал, что со мной так же поступят, да? А вообще, исходя из этого, чем более духовно заниматься? Служением или бизнесом? Ну, если берем под солнцем, то бизнес. Да, если уже духовное вещание, то отпускаем. То, что мы делаем, то есть сокровища на веса собираем. Вот это по прошествии дней, но мы, если свечимся, то, как же жизнь. То есть бизнеса... Интересный вопрос. То есть, получается, бизнес – это под солнцем. Да. Это никому не надо. Да. В принципе-то. А вот служение – это да. Так может, тогда и не надо бизнесом заниматься? Зачем? Ну, опять, что бы... Ну, далеко не все занимаются бизнесом. Кому надо, тот занимается. Ну, допустим... Кому не надо, тот не занимается. Ну, возможно, и все равно все занимаются. Ну, кто такой бизнес? Переводить с английского – это просто дело. Допустим, дворник, у него тоже есть свой бизнес. Он каждое утро делом занимается. Он метет улицы, да? Как он мыслит? То есть, он двор метет, значит, что это не только под солнцем. Что-то для Господа. То есть, вот важно определить, да, что сам по себе бизнес – это нехорошо, не плохо. Ну, да. Но это не пускаем по водам. По водам – это значит, что-то делаю, я не думаю о сиюминутной выгоде. Да. Вот что есть, имеется в виду, Клюсяст. У нас у всех есть дело. Но мы часто делаем дело, думая, что вот я это сделаю, потом будет это, сделаю, потом будет это. Это понесет мне прибыль. Пускаем по водам – это значит, не думаем, что выгода будет сейчас. Она когда-нибудь будет. Может, даже не на земле, а на небесах. Ну да. Вот. Но сейчас мы отпускаем. А вообще рискованно отпускать по водам? Дело, деньги, время, здоровье? Друг тратить свой. Рискованно. А почему Бог хочет, чтобы мы рисковали? Как вы думаете? Ну зачем? Рискованно. Такие доказания. Пускай по водам. Не, ну это, секунду. У меня вот вопрос такой. Что подразумевается по себе по водам? В жизни? По жизни. По жизни, да. По жизни. Только для этого жизнь-то и создана, чтобы мы это делали. То есть быть… Но мы же не рассчитываем на сиюминутную выгоду. Даже вот занимаясь бизнесом, не всегда ведь прибыль приходит. Правда? Ну, конечно. И мы вкладываем-вкладываем, а выхода никакого нет. А Господь говорит, все равно пускай по водам. То есть помните, мы говорили, победители и проигравшие, да? Проигравшие тебя чего-то ждут от жизни. А победители тебя кто? Отдают. Пускают по водам. И проигравшие все время в 100 крат получат, а победители в 100 крат получат, и которые отдают. А те, кто постоянно что-то хапают, в концерт нацов реальности у них все заберут. В этом плане, ну да. То есть мы с вами практически все это самое и сказали, да? Пускай по водам, не думай о сиюминутной выгоде. И вот интересно, здесь написано, если вот прочитать этот стих несколько иначе, получится так. Не жалей то, что у тебя есть. И тебе друзья помогут в твоей проблеме, когда у тебя будет это. Но вот относительно друзей понятно. А относительно Бога, чего мы жалеем? Что эти жалеем? День жалеем. Время, время. Время жалеем. Время жалеем. Любви к ближнему жалеем. Хорошие слова. Как будто Бог в чем-то нуждается. Нуждается еще. Мы считаем, да. Но в чем он нуждаться может? В нашем общении. У него все и плюс еще наши десятины. Но зачем она ему нужна? Ну, Богу нужно вот действительно наше сердце. Вот мы готовы, да, ему это отдать или нет? Это нам надо. Вот мы все время говорим, десятина – это то, что нам самим надо. Вот мы прилеплены с вами щупальцами к тому, что имеем, или не прилеплены? Самое, мне кажется, неугодное Богу – это то, что когда в момент необходимый произвести то дело, которое предусмотрел Бог для нас, мы этого не делаем. Не всегда в жизни, а в тот момент, когда это нужно. Я думаю, это неугодно Богу. А там, когда мы живем, совершаем ошибки, я имею в виду, учимся жить, то, я думаю, все это процесс жизненный. Но когда нужно сделать дело и произвести тот труд, который Бог хочет. Без извлечения выгоды. Безусловно. Он смотрит на сердце, однозначно. Мы знаем такие слова, что мне ваши разудраны надежды, когда сердца не разудраны, что мне ваши десятины. Он все к сердцу подводит. Если ты делаешь, то… Так получается, что мы жалеем для Бога? Сердце. Время, сердце. Когда считаем, что ему это не нужно, зачем? Он в достатке живет, это наша проблема. Когда наша воля не соответствует его воле. Божьей воле. Сердце. Самое главное, как мы ко всему относимся. И начинаем жалеть. А вот отдавай семь или восемь. Прочитали одиннадцатая глава, второй стих. Отдавай часть семи или даже восьми. Потому что не знаешь, какая беда постигнет. То есть здесь как бы Эклисиас нас призывает вкладываться в несколько дел одновременно. В семь или в восемь, может быть, даже. Не в два, не в три. А вот что именно он призывает вкладывать? Только лишь деньги? Наверное, нет. А что еще? Ну, я думаю, какой-то еще талант свой. Талант еще. Имущество. Дары, которые он отдал. Все дары. Дары, да? Все дары, все таланты, все имущество, все свое время. Причем вкладывать не в одно дело, а? В несколько. В несколько. Вот однажды, помнишь, позвонила женщина и говорит, вы знаете, у меня мой сын, подросток, пошел, вот, стал ходить в церковь. И раньше у него были как-то друзья, у него раньше было увлечение, у него раньше, там, он интересовался учебой, он ходил в походы, у него было так много разных интересов. Сейчас ему только церковь, Библия, благорестие, церковь, Библия, Библия. Забросил образование, то есть он учился там на втором курсе уже, он учебу забросил в университете. И учится, вот, сказал, в конце света светское образование будет не нужно. Самое главное, вот, Библию учить. Духовное, церковное, да. И вот, понимаете, то есть практически, опять, ну, казалось бы, супердуховный человек, но он нарушил, вот, в частности, это. Как раз вот об этом я и говорил, что 100% гражданин, 100% христианин. Это когда, если Бог спасает, Он дает реализоваться тебе не только в христианстве, якобы, понимаете? Якобы, я почему говорю, потому что Бог восстанавливает тебя и в обществе, дает тебя расти. То есть и духовно, и морально, я имею в виду, и в обществе. То есть это помогает росту не только духовности, но и авторитету твоему. Да. Если человек, конечно, это себя только убедит в этом, в том, чтобы служить Богу, опять же, я считаю, что Богу, зачем Богу неграмотный человек, который будет толковать свое лишь мнение, а не мнение окружающих. Не принимая во внимание и не общество. То есть надо вкладываться в 7 или 8 предприятий. Той женщине мы сказали, прежде чем критиковать, сына ругать, вы должны сходить в тот храм, в который он ходит, и поговорить с его наставником духовным. Потому что либо он его неправильно понял, потому что церковь никогда не была против образования, всегда она была за знание, за мудрость. Но если вдруг так окажется, что это политика этой церкви, срочно забирайте оттуда вашего сына. Потому что это уже не церковь, а секта. То есть понимаете, вот эти вещи нужно четко для себя понимать, что нужно широко мыслить и помогать людям вокруг. Широко мыслить и четко видеть, может быть, где находимся мы, нашли люди. А когда мы выпускаем вот это несколько предприятий, это как помогает нам мудрее быть или нет? Домой, да. Потому что отдача-то происходит все равно от семи этих предприятий. Да. А как это сказывается о нашем авторитете? Ну, как? Сказывается безусловно. Ведь говорят же люди, чем распыляться, уж лучше чем-нибудь одно так конкретно углубиться. И делать. Чем много дел, плохо, лучше делать что-то одно, но хорошо. Ну, это зависит уже от потенциала человека. Если человек себя видит в одном деле, то пусть он делает одно хорошо. А если он видит себя в семи делах... А может ли быть человек только в одном деле хорош? Навряд. Вот смотрите, в нашей жизни, у нас есть семья, у нас есть забота о детях, забота, там, не знаю, о родителях. Наш профессиональный рост. В профессиональном росте, может быть, тоже, там может быть, два-три направления. Может быть, есть какое-то... Служение в храме, в церкви. В церкви, да. Потом, не знаю, ну, ведение какой-то группы или, я не знаю, там, на работе какие-то беседы. То есть мы уже сейчас с вами назвали... Отношения с друзьями. Много-много всего. Сколько уже сфер предприятий, да? Я вас правильно поняла, что вы говорите, что если человек, ну, как бы, не может делать хорошо что-то одно, он или всё делает хорошо, как бы, или ничего не делает хорошо. Нет, мы говорим о том, что во всех, и в семье он должен быть нормальным человеком, стремиться вкладываться и на работе, и с друзьями, и в служении. Вот мы о чём говорим сейчас. Мы говорим о том, что говорит Эклися, что вот всё, что у тебя есть, нужно вкладывать не в одно, а во много, в семь или в восемь. Если я семьянин, то я на работе, так, а, у меня вот жена, у меня дети, и работы я не буду делать, потому что мне некогда этим заниматься. Мне вот надо, там, с женой. И детей тоже заброшу, потому что у меня вот только жена. Или, например, родился ребёнок, всё, теперь мне жена по боку, работа по боку, друзья по боку, потому что я должен заниматься воспитанием. Такого не должно быть. Сам определяющий термин «хороший человек», он подразумевает, что человек хороший во всём, в любом предприятии. Хороший, да. И в любом качестве. То есть предприятие – это не значит какой-то там бизнес, да, вот это там детали выпускаем там. Ну да, предприятие – дело, в самом деле. Не только дело, это вот все наши сферы жизни. Характер там, с чего? Вот, знаете, быть хорошим и быть совершенным. Вот, знаете, есть такое понятие перфекционизм. Да? Когда человек перфекционист. Что это такое? Это слово «пёфект» английское. То есть совершенство само. И вот если, понимаете, если человек в чём-то пёфект, если он в чём-то совершенен, например, он совершенный проповедник, вот вообще самый лучший, вообще вот здесь его совершенство. Вот давайте теперь посмотрим, семья его, как? Семья, как правило, страдает. Да? Давайте подумаем, отношение его с Богом вообще. Вот он готовит проповедь, он то-сё, то-сё. Но есть ли у него достаточно времени, чтобы побыть наедине с Богом? Может быть, и есть. Но, как правило, оно где-то вот так. Уже не соответствует, если семья страдает, Господь сказал, не может быть служить. Да, но, понимаете, но он-то тут пёфект, понимаете? Вот, потом он занимается, например, чем-нибудь, не чем ещё можно называться там, благотворительностью. Вот прям, знаете, со всех сторон, вот он нам там 5 тысяч долларов перечислил, тем там 20 миллионов рублей, вот такой вот он весь пёфект вот тут, да? Вот. А спортом, например, и своим здоровьем заниматься просто некогда, ну ему просто некогда. Потому что ему нужны благотворительность. Он то и дело болеет и так далее. И получается вот такая вот вещь. То есть, если ты в чём-то пёфект, люди могут быть тобой супердовольны. Если он всё своё время тратит на подготовку, то как у него будет работа? Понимаете? Ну, то есть, вы понимаете, о чём мы говорим? Вообще, в идеале, что должно быть? В идеале, вот в идеале, вот, чтобы это... Пусть всё будет... Средненько так, серенько. Это не значит средненько. Это значит, что человек находится в гармонии. Да, в сердце. Понимаете? Но гармония, она же не состоит в том, чтобы вот как-то вот всё под один уровень. Пускай лучше всё будет в плюсе. Ну, скажем, всё в плюсе. В каком смысле, что всё в плюсе. Даже если в чём-то вот там пёфект получился, всё остальное хотя бы было в плюсе. То есть вот за этим делом надо следить. Пускай будет меньше, чем здесь. Да. Но в плюсе. Поэтому мы вот сегодня, когда говорим, вот на наших семинарах по супружеству или по добрачным отношениям, если вы хотите на сто процентов себя посвятить Богу, не женитесь. Хотя бы вот это вот... Иначе отношения с семьёй будут в минусе, отношения с детьми будут в минусе, отношения... Не должно быть минусов в жизни. Бог нам дал здоровье, заботитесь о здоровье. Нужно заботиться и о теле, и о нравственности, и о душе, о том, чтобы приобретать знания. Всё должно быть в гармонии. Да про это я про себя сговорю. Вкладывайся. Вкладывайся. Нет, что вы нарисовали сейчас. Внизу, да? Вот в семь-восемь. Да, вкладывайтесь. Во всё вкладывайтесь. Не должна быть ни одна область вашей жизни. Страдать. Вот в этом смысле. В минусе ничего не должно быть. В минусе не должно быть. Вкладывайся. Чем больше ты вложишься, тем у тебя больше гармонии в твоей жизни будет. Смотрите дальше. Давайте прочитаем теперь уже третьей и четвёртой стихи. В общем, когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь. И если упадёт дерево на юг или на север, оно там и останется, куда упадёт. Кто наблюдает ветер, тому не сеять. И кто смотрит на облака, тому не жать. Вот интересно здесь, да? Казалось бы, противоречие. Всё предусмотрено. Если так, то будет так. Всё в своё время, да? Если так, то будет так. Когда облака наполнятся, дождь пойдёт. Когда дерево упадёт, то оно там так и останется. Но тут же говорится, что человек из-за этого может стать таким мнительным фаталистом. Ну, раз всё так, всё в своё время. Тогда что стараться-то, что делать? И смотрите, и он дальше говорит. Как вы думаете, почему он говорит о том, что тот, кто только делает, что наблюдает и ждёт удобного момента, тот всегда непродуктивный. Наблюдает ветер, и кто смотрит на облака, тот не будет ни сеять, ни жать. То есть он непродуктивный человек. Вы вообще наблюдаете таких непродуктивных людей в жизни? Синоптики. Так. Это же... Это слишком прямолинейно. Прямолинейно. Давайте логику подключим. Синоптики, да. Можно, например, человек. Вот у него лежит на сердце что-то начать делать. И он говорит, я жду, пока будет божья вода. Знак. Знака свыше. И вот он ждёт, пока дерево упадёт на север или там пока... Или машина три раза бибикнет на улице. И причём он это вам очень красиво обставит. Он очень духовно обставит. Вы говорите, ну почему ты не делаешь, раз ты говоришь, так хочется, ты видишь, что это несправедливо, тебе ходят... Я жду знак. Вот. Всё. Здесь конкретно в окрестясте написано. Прямо вот запомните это место. Ну замечательное место для таких людей. Тот, кто как ещё раз наблюдает ветер... Кто наблюдает ветер, тому не сеять, кто смотрит на облака, тому не жать. Всё. Делайте. Получается, у нас действие, а Господь результат. Ты делай как лучше, а Господь сделает как надо. Усмотру. Если у тебя это лежит на сердце, делай. Понимаете? А сейчас так вот. Я сначала должен пойти посоветоваться с этим, с этим, с этим, с этим. Я должен поставить вопрос на братском совете, я должен ещё вот туда-туда написать, я должен подключить, не должен... То есть там массу всего... Я не думаю, что этого делать не надо. Но с другой стороны, если будущее неизвестно, может, не стоит так торопиться-то? А, ну да. Вот, надо подождать, надо выжить. Может, правда, знак нужен какой-нибудь? А? Ну, и говорят так, молись. Я говорю, ну молиться, ну делать-то надо. Конечно. А ты ещё молись. А не являетесь ли это оправданием нашей линии? Вот я, в чем вы являетесь. Что мы прикрываем иногда это. То есть, как бы, вот это конкретно то, о чём здесь говорит Экклесиаст, понимаете? Есть братья такие. Да. Ну и не только братья. И мы иногда, кстати, так же поступаем. И мы такими же бываем. И надо вот конкретно, вот это надо сделать, а мы думаем, а вдруг? Вроде бы как что-то не то время. А вот внутри, понимаете, внутри вот оно вот сидит. Ну надо это сделать. Ну вот себе какие-то оправдания. А потом проходит какое-то время, и понимаешь. Время ушло. Время ушло. Ну вот, я просто помню, у меня был такой момент. Была я, ехала в транспорте. Что, ты бываешь, что едешь в транспорте? Да. Значит, уехала в Омике, в речном трамвайчике. Переезжала, значит, с нашего места отдыха за Волгой. Ну и вот там уехал один молодой человек. Я увидела, что он живёт у наших соседей. Иногда приезжает туда отдыхать. И, знаете, вот прям внутренне было побуждение. Вот дойти к нему. Вот поговорить с ним. Вот задать ему вопрос. Смотрю, что он сидит, смотрит в окно, у него какие-то глаза. Вот эти вот внутри, а внутри. Ну как к нему подойду? Ну а что я ему скажу? Ну скажу. А вдруг он скажет, ну ты... Вот, знаете, и не подошла. Ну и что вы думаете? Я узнаю, что через два дня он умер. И я понимаю, что вот это вот то, что было внутри. Вот надо было это сделать. А как я себя оправдала? Не время. А чего? А как? И вот я просто... Тогда для меня это было, знаете, большим уроком. Вот если внутри вот есть это побуждение, иди сделай. Не думай о последствиях. Может быть, сейты как-то вот чаще прислушиваться вот к таким вещам, которые находятся внутри. Я тоже уверовал в полотенце, но не еду по улице. У меня много друзей было в том городе, где я жил раньше. Думаю, вот трехэтажка стоит, тут и Гена живет. Ну, нельзя идти поговорить. Ну, я первая мысль такая, первая любовь, у кого Бога. А вторая мысль такая, говорит, ну что ты будешь с ним разговаривать? Ну, сейчас там гуляй, там, в Москве здесь постоянно. Да. А я дальше опять мысль такая. И уже прохожу этот подъезд и прошу. И прохожу так по улице, дальше, дальше. Смотрим, девятка едет, останавливается. И он же лазит с друзьями, ну, мы давно не виделись, обнялись. И он так в сторону меня отводит. Это она говорит, ты знаешь, жизнь надоела. Может, к вам баптистам податься. Я такой дальше думаю, а я так еще переживал, зайти не зайти. А он сам к мне приходит. А он сам пришел. Ну, я ему говорю, давай поговорим. А сейчас нет, давай, завтра позвонишь. Ну, такого стихиона, завтра мы разговоры отложили. Ну, правда, живи все нормально. Ну, вот самое главное, чтобы действительно, ну, не шарахаться вот от этих вот внутренних побуждений. Вот сюда теперь хлеб свой пусти. А вот теперь сюда его направь. Вот сюда, сюда, сюда. Вот не думай о том, что, а знак, есть ли знак или нет, да, в данном случае. И вот вывод. Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости во чреве беременной, так не можешь знать дело Бога, который делает все. Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, что или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет. То есть, получается, человек до конца никогда не познает Божье. Тогда зачем мы ждем каких-то гарантий от Бога? Вообще можем мы от Бога гарантий каких-то требовать? Бог, ты мне прогарантируешь, что если я сейчас подойду к вот этому человеку, он меня послушает, и он тоже прям покаятся, прям тоже придет в церковь, причем в мою церковь. Ждем какие-то гарантии, понимаете? А тут сказано, даже если они будут, вы их все равно не уразумеете. Утром сей, вечером не отдыхай, потому что не знаешь, что будет лучше. Мы даже с вами не знаем. Даже если Бог что-то покажет, мы можем не так уразуметь. Мы все равно будем это уразумевать через свой собственный опыт. А тут вот тебе надо мыслить духом, духовным своим состоянием. Ну и возвращаясь к первому стиху, да, «Отпускай хлеб твой по водам, потому что в прошествии многие дни опять найдешь его». Смотрите, «Пускай хлеб по водам» и вывод. Работай, утром сей, вечером не отдыхай, потому что не знаешь, что будет лучше. Вот это вот соотношение, да? Да. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект «Молитва» и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com Давайте мы сейчас себя немножечко оценим. И еще один такой небольшой тест. Посмотрите, значит, если вы отвечаете «Да», то это 3 балла. Если отвечаете «Нет», то это 0. Это будет только в первом вопросе. Я сейчас посмотрел, да. Легко ли вы приспосабливаетесь к обстоятельствам? Да, 3 балла, нет, 0. Легко ли вы приспосабливаетесь к обстоятельствам? Второй вопрос. Выключаете ли вы телевизор, когда становится ясно, что в этот вечер по нему ничего интересного показывать не будут? Да, 2 балла, нет, 0 баллов. У нас и телевизора нет. Значит, да. Состояние ли вы все отложить ради любимого своего занятия? Да, 1 балл, нет, 0. Если вам предлагается хорошо оплачиваемая работа, согласитесь ли вы на нее без колебаний? Да, 3 балла, нет, 0. Ну, имеется в виду честная работа. Хорошо оплачиваемая, ну да, понятно. Да, они честные. Совместимая. Совместимая. Замечательная, хорошо оплачиваемая. Все. Сразу ли вы признаете все свои ошибки? Да, 0 баллов, нет, 3. Приводят ли вас в замешательство нежданно нагрянувшие гости? Да, 3 балла, нет, 0. Меняете ли вы свое мнение в результате серьезной дискуссии? Да, 4 балла, нет, 0. Иногда. Знаешь, нет. Покупаете ли вы понравившуюся вам на витрине вещь? Хотя, знаете, что сейчас она вам точно не нужна. Да, 0 баллов, нет, 3 балла. Еще 3 вопроса. Соглашаетесь ли вы после долгих уговоров на то, чего никогда не сделали бы по своему собственному желанию? Но вас уговорили. Соглашаетесь ли вы на это? Да, 0 баллов, нет, 4. Знаете ли вы точно, чем вы будете заниматься в ближайшие выходные дни? Да, 2 балла, нет, 0. И последний вопрос. Всегда ли вы выполняете свои обещания? Да, 2 балла, нет, 0. Ну, мы надеемся, что перед собой и перед Богом вы максимально честны. Да. Потому что, поэтому мы не спрашиваем у вас, сколько вы набрали баллов. Итак, если у вас меньше 12 баллов, то вы нерешительны. Постоянно взвешиваете за и против. И поэтому часто упускаете хорошие шансы. В какие-то моменты это просто опасно. Старайтесь быть потверже. Иногда нужно рискнуть. И вы знаете, что окружающим легче. Вы заметите. Да, и вы сразу заметите, что окружающим станет с вами легче. Вы сами почувствуете себя лучше. Не успокаивайте себя тем, что вы осторожны. Вы часто против просто боитесь. То есть, если глядя на нашу схему, такой человек, ну, у него везде вот так. По чуть-чуть. По чуть-чуть. Если вообще что-то есть. Да. От 12 до 22 баллов. Вы принимаете решение осторожны, но не избегаете проблем, которые требуют немедленного решения. Колеблитесь обычно тогда, когда нужно что-то совершить утомляющее или обременительное для вас. Положитесь на свой опыт и интуицию, и они вам подскажут верное решение. Ну и дальше от 23 до 30 баллов. Ваше логическое мышление, последовательность и твердость, а также то, что вы опираетесь на практический опыт, помогает вам принимать быстрые и в большинстве своем правильные решения. Однако эти ваши качества иногда подавляют окружающих. Было бы неплохо проявлять время от времени, но немножко легкомыслия. То есть, это образец вот этого человека. Потому что обычно перфекционист подавляет людей вокруг себя. Ну, особенно тех, кому он, естественно, не уделяет никакого внимания и любви. Ну, а сейчас вопросы для домашнего задания. И вопросы такие. Разумно ли вы распоряжаетесь своим временем? Своими деньгами. Своими эмоциями. И своим талантом. В какой области вы вкладываете свои усилия, ну уж слишком конкретно? Не в 7-8 предприятий, а вот только в одно. А в какой области уж так, ну, слишком размыто? И не поймешь, чего от вас ожидать. Понятно, конечно, что вот этих предприятий, их количество, у каждого человека свое. У кого-то 7-8, у кого-то, может быть, 15. А у кого-то, да. Ну, то есть, важно, чтобы это было, во-первых, разумное количество, да, потому что иначе можно действительно распылиться везде. Ну, а во-вторых, чтобы везде, уж если вы взялись за что-то, значит, везде должно быть в плюсе. Не в перфекционализм, но в плюс. И у нас, как и у христиан, я думаю, прежде всего, должно быть аргумент любовь. Конечно. Все эти дела должны быть, а не с любовью. И тогда будешь... Все делай, как для Господа, что бы ни делал. Иначе, если ты делаешь что-то одно для Господа, а все остальное, ладно, это я уж... Господи, ты не вмешивайся, это моя жена, я сам с ней разберусь. Это уже не в минус пошло. Это уже в минус пошло. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинари. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok